1 и стадия драфта первой игры дорогие друзья первая карта нашего замечательного гранд-финала наконец-то начинается и мы уже видим кстати вот первые баны есть уже ну пока нет минус к до закрывает опять же еще гвеневру и убирать и убирает прониз валентина ждем ее думаю вполне вариант такой возможен и считаю что и филда у нас соответственно пью и санзу нас очень хорошо использую персонаж но есть от опять же там самая навария соответственно ван ван забанили у нас по итогу судя по звучку действительно это гаметь и а если вспоминать предыдущую игру в этом противостоянии по моему как раз и гвеневра и но он оставались открытыми помните эту ситуацию до что мы удивлялись тому как это происходит в последний вот вчера был день когда частенько поигрывала и и гвеневра и нолан сейчас все таки от этих персонажей избавляется по последнему бану остается но последний банк я так понимаю же проведи мама а нолан гейтс и вот это фраза это нолана фраза да этот хорошо вспомнил поэтому там ваня нолан судя по звуку на одну ладно ждем дорогие друзья небольшие технические шоколадки по звуку угадываем персонаж на социальная активность подлетела но сейчас должны перезапустить и мы уже увидим потому что первый пик уже был сделан и я до конца не понял кто там был они нолан ли это был в пике может быть мы перепутали бана с пиками потому что да действительно сейчас за кибой мы видим что болеет поддерживают слева да фредерин да вон фредерин первым пиком сейчас был пикнут интересно как хорошо рейте да несмотря на казалось бы очень плотные нерфы возможности для использования очень большие и валентина в обратной стороне у нас кибой ну кибой понятно взял просто своей команде но мы видим что оник у нас валентина ими в первую очередь не захотели отдавать все фредерина оником потому что мы знаем как любят айри на первый пик его забирать поэтому решили ну или бутс может сыграть тоже на фредерине поэтому решили забрать его себе так сказать воровать не могу сказать что фредерин прямо какой-то ультимативный герой который много делает но это такая наша затычка то есть пробка если что не знаешь кого брать и у тебя вот есть какая дыра да ты можешь взять фредерина и он точно свои задачи дариус появился по моему у они вместе с валентина все тогда вот так вот кстати очень хороший контрпик таким вот танковым лесникам кайри подобрал да то есть он лесной дариус в урон очень хорошо реализуется плюс под танковых тиммейтов под какую-нибудь опять же матильду она у нас все-таки кстати отправляется в пик коллектива справа именно эти брены у нас видим имеется броуди имеется матильды под это дело фредерин в принципе смотрится неплохо тут казалось бы пережил нервы некоторые фредерин но в сетапе в командном конкретно если хорошо расписать каждую роль персонажа то фредерин будет смотреться вполне себе неплохо очень обидно что мы еще хайбуса не видим от кори потому что да не самый сейчас мощный герой скажем так но хотелось бы на него посмотреть в исполнении потому что в его исполнении действительно это прям мощная сила кто у нас появился пике еще тигрил 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 это у нас оников получается дариус тигрила валентина хороший кстати пик довольно получается плюс валентина может забирать кнопку матильды например тоже будет работать хорошо и на стадию банов очень хорошая развязка драфта для оник на стадию банов спокойно можно забанить также еще и дополнительный пример ну хотя деги здесь наверно уже до подробнее смотрится еще мы не видели подобной реализации когда можно взять в мага хотя другой стороны валентине кнопку отдавать не хочется хороший принципе оник вот тут оник пока что драфт как идет мне больше нравится да вот это контроль ромали для грила это прямо шаг будто бы сейчас для команды и пи бренна оники действительно очень хорошо на драфт или единственное что вопрос голд лайнера остается открытым да потому что он стоит броуди опа возвращаемся в драфты минус пакета минус халит кстати говоря и вот сейчас важно какого голд лайнера подберут себе они кида потому что против броуди мы понимаем что нужен какой-то голдер который но не будет совсем страдать может быть какой-нибудь клауд кстати появится вообще в теории есть бруна еще доступно и не стоит про него забывать я думаю чтобы за по интереснее будет ну вот не факт не факт кстати по тигрила можно взять и иксию тоже неплохо звучит да 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 вполне неплохо но есть перед а матильда который будет очень сильно мешать реализоваться на сто процентов но под какого-нибудь тигрила если продлите контроль хорошо почему бы нет банят лилию потому что она хорошо работает конкретно против тигрила против этого сетапа до который уже есть у них работает неплохо поэтому банлили одобряем хороший вариант еще как вариант можно взять вот эксплейнера тигрила если они сейчас заберут можно взять диги и матильду отправить допустим на мидлэйн что думать по поводу но просто мне кажется что матильда мидлэйн как-то опасненько смотрится честно говоря опять же против него будет стоять валентина валентина будет состоянии воровать ультимейт матильды но в целом можно да но это как знаешь это как бы это назвать какой-то неожиданность какая-то неожиданность такая своеобразная будет для уник возможно но опять же тиги и матильда смогут ли они здесь внести достаточное количество дэмэджа по ребятам справа я честно говоря не уверен в этом но особенно мотиве бамбан ожидаемо вполне себе кстати но и есть да клауд есть иксия почему бы нет можно взять и то и другое но я думаю голдера на ласт будут раскрывать то есть сейчас заберут экспера потому что да коллектива слева тоже его нет возможно больше ставка либо на тризву соответственно будет хорошим вариантом здесь либо забрать орлота тоже тоже неплохо под тигрила сочетается тризла и клауд мне кажется такое прям очень крутое решение здесь но опять же бренда могут удивить то есть у них такая опция остается не стоит про это было да да это было вроде клаус все-таки клауда решили пораньше открыть ребята интересный выбор они не хотят показывать куда пойдет дариус они хотят оставить дариус куда пойдет на x или пойдет лес они же с вами постоянно такой вариант есть флекс пике очень популярны стали да в последнее время особенно самым явно выраженным флекс пиком у нас была до этого джой теперь стала гвеневра и вот у нас тоже они умудряются разыгрывать стадию драфтов очень хорошо заставляя противников в последнюю до последнего оставаться в непонимании да что куда пойдет интересно ну и ждем последних решений которые завершат драфты и мы наконец отправимся в первую игру мы видим ситуацию уже сложилась и она завершена а вот по поводу пиков но и те варианты какие-то присутствуют и в первую очередь на 1 ник стоит обратить внимание что они там возьмут до 3 да или нет по моему там уже навария добирается нового логичное решение кстати против валентина и подобного драфта и донус там интересно очень интересный драфту брэн мне в принципе нравится решение но вопрос ну и как как бы мы видим в прыжку вперед но мы видим очень дальнобойную вот эту наварию которая постоянно будет хорошо бустить команду да и постоянно прострела давать звучит очень неплохо интересно давайте посмотрим закрывашку тоником что же это будет за персонаж внутри зла орла все еще такие опции остаются но стоять против тому за будет очень сложно старт играть им персонажем может какой-нибудь уранус выйдет погулять вот вот это я как раз хотели вложить но все-таки 3 0 мне уранус нравился побольше согласен но 3 зла именно импакта в тимфайт их сделать больше естественно чем уранус да то есть точки зрения именно какого-то инициации вместе с тигрилом она будет работать классно ну я как будто заоник ребят да 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 согласен командный сетап хороший но именно здесь мне понравился драфт но мне очень интересна реализация и пи брэн я думаю я здесь за и пи брэн втопну именно в этой ну я по драфту пока сложновато сказать на это все таки я заводников поставлю останусь скажем так честен самим с собой хочется пожелать удачи и команде бибрэн и оником победить сильнейший любом случае но и первое будет притирочная потому что как мы видим со вчерашнего дня драфты слегка поменялись и результат может поменяться от этого ну и там не неплохо этого камбэк до завезли действительно оники в моменте когда первая карта была при фарм 12000 если не ошибаюсь один хороший файт поэтому они те очень хорошо строят вот это противостояние но и первая игра начинается совсем скоро сделаны у нас ставки на персонажи определенной до пульса посмотреть действительно очень красиво на крутую игру надеюсь что она таковой и будет и мы увидим полная best of 7 против станет потому что максимально возможный счет напомню что это 4 3 игра начинается ap brand против onyx sports первая игра из семи удачи командам поехали да поехали смотреть друзья да поехали смотреть на игроков по крайней мере пока что onyx sports против брены как в интервью сказал у нас один из игроков брен из эпи бренда то что на первой карте против нас совершили невероятно камбэк и это нас немножечко подкосило и мы соответственно дали вторую и третью игру но вот сейчас посмотрим получится ли такая же история или все-таки api brand смогут взять первую карту например и на плюс морали пойти вперед пока у нас есть пауза скажу смыть как за этих зал да то есть понятно что мы интершума здесь не слышим но мне кажется сейчас они вот тоже в ожидании наконец-то первого действия и пока еще но я думаю что каждое удачное действие ли неудачное и от команды вонника от бренда будет спровождаться громкими овациями действительно это но я думаю в любом случае есть овации команды поддерживают действительно в данной ситуации не кажется что понимают прекрасно что поддержка команде нужна и как вот в нашем регионе поддержка очень хорошо бустила нашу команду как раз таки за время своих игр на все время своих игр также здесь ребята понимают что от фанатов от фанатской поддержки тоже очень много зависит и игроки бустят свою мораль таким образом очень хорошо мораль влияет на много но его технические проблемы прямо с нулевой видимо что-то пошло не так надеюсь что ничего серьезного мы видим что игроки слегка нервничают как бы ты не был готов насколько ты не был веселённого в одном матче решится абсолютно все и ты либо будешь доволен либо сожалеть и думать что же ты сделал не так где ты оступился в этой ситуации опять же best of 7 это не спринт это марафон и этот марафон нужно учиться как-то вот грамотно переживать скажем так да кольцевая гонка и вот в этой гонке опять же победит не до машины которые быстрее того чтобы стабильнее и вот это вот очень важный момент про который стоит главное все прокладка между рулем и сиденьем виде тренера наверно да водитель водитель команды который позволил это все дело раздрафтить таким образом если сравнить потенциал вот да у нас опять показывали вчера у нас компуктер отвалился видимо вот сегодня опять показывает и у нас примерную равную ситуацию видим чуть-чуть по стабильнее у них по некоторым показателям например с early mid game потенциал и выживаемость чуточку побольше и также line опрейтинг у них побольше но мы видим дариуса который выйдет стабильно в лесу напрягать в чем хорош дариус дариус в леса то тем что он может на любую линию выйти и снизить там броню соответственно мы видим также много физического урона который будет работать три зла под уменьшением например будет хорошо так плотно пробивать тому за поэтому вариантов для гангов очень очень много при этом и пи брен есть хорошая возможность для контроля оппонента и хороший такой периодичный дэмэдж до виде прострела от наварии в виде постоянного выжигания от тому за поэтому line и будут стоять при этом хорошо поглядим поглядим что получится здесь и этот на каре делай ставку буртон соло один на один развали практически нет это вам предложение она играть один на сколько вы человек хотели сыграть скорее но опять же тут дело то стил игрока складывается не только из механических действий один на один все-таки макро игра очень важно и позиционирование по сути самый важный параметр как ты позиционируешься партии и сколько пользы ты можешь сохранять свое хп да так и есть но контур индекс 05 на минус 05 не супер много очень интересно команды на самом деле раздрафт или довольно равным образом но судя потому что мы видим playstyle будет абсолютно разный то есть они кота playstyle ворвался вдавил все кнопки выиграл fight если правильно все нажал у эпибран есть хорошая возможность покайтить подойти отойти до что-то вот такое и вот как вы считаете коллеги какой из этих сетапов лучше тот кто ворвался и вдавил кнопки правильно оники могут это делать или те кто покайтить могут ну слушай здесь конечно я бы наверное все таки именно в давление кнопок ложился но опять же тот кто покатить может это уже с точки зрения именно передвижений макро и вот то что чем сергей говорил в большей степени да на другой стороны но если конкретно про эти драфты говорить а тут уже неважно тут уже начинается игра друзья гранд-финал чемпионата мира м5 стартует прямо сейчас они к спорт против и пи бренд поехали наконец-то все это начинается дорогие друзья карри уже выходит на бот забирать для себя небольшую галдиночку монеточку так сказать cw немножечко его прессингуют броди на это вполне ожидаемо броди это у нас несмотря на то что против того же брун онлайн проигрывать но это самый стабильный стрелок который стоит на лайне против всех адекватно там например бруно его может поддамажить если то механический игрок сильнее но в остальном броди сам по себе может задавить абсолютно любого персонажа и вот вторая монетка появляется опять здесь в этот раз и забирает для себя калтизи я уверен что ситуация по карте по деньгам по всему абсолютно ровно да 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 все так все так там 100 голды плюс минус преимущество у ник это вообще ничего не значит кибой здесь выходит под центральный коридор кибой хорошо бы получить четверку вот до этой черепахи и мы видим как он старается на всех миньонов здесь поддобивать но и конечно его очень сильно отгоняют и фью вместе с но геном действует очень грамм на кайри также выгоняет вас черепахи черепаха выводится санс приходит сюда четверочка имеется валентина кстати флаптизи тоже на месте санс ворует ультимативные матильды вот о чем мы как раз на драфтах и говорили но сейчас посмотрим на реализацию так ну пошла ультимативная от наваре попадает только по одному кайри начинает на предыдущий как и врыва три за по двоим сюда залетает также пиука и забирает поэтому смать это то черепаху идет игра дальше кайри проблем по здоровью ульта от фредрина заканчивает жизнь лесника команды оник и также роумер отправляется в таверну есть небольшой размен забирали щенаварию бутс до последнего дерется здесь на тамус как же он его выжигает 3-1 пользу и пи брен это минус 2 от флаптизи друзья эксперт команды эль пи бренд сейчас реально ну втаскивает этот файт на самом деле черепаха то достается именно кайрику но в остальном именно файт все-таки за ребятами из филиппин ну и кори синий баф сразу же забирает вазона при этом теряет аки бой смещается под супермарка и супермарка кстати забирает все-таки монетку да но это это броди опять же у клауда нет такого дэмэджа уверенного уверенного на старте до броди дает тычку еще первый с первого там 800 где-то урона и может на таких моментах да мы видели не раз даже когда лордов забирает конкретно этот персонаж кипоя кстати в кустиках находит калтизи провокация по нему нажимается также если что рядом от тильда ульта пошла здесь кайри нажимает кнопочки снижение брони проходит тут же начинает прострел от клауда происходить супермарка стягивается сюда ульта по четверым от наваре прошла и можно также ультануть от броди здесь еще прострел неплохой прошел по cw будут закрывать cw да очень опасная ситуация но сберевает пачку и в итоге марка не может зайти по тавру вместе с угоном на но тем не менее флоп тизи на нижнем коридоре сейчас находятся эксплайн закрыт очень сильно мы видим практически левел целый доминирует у нас эксперт именно ребят из айпи брена здесь нападение на ки боя ки боя очень сильно проседает за ним кстати полетела матильда ультимативная также от калтизи но не хватает дэмэджа да и по-моему там ультимейта и не достал 3-1 счет и ау это светошумовая произошла дорогие друзья ослеплены мы красотой каире на экране карик на экране появился и все мы ослепили нас ребята вот он вот он в углу это от него о пропал с экрана сразу аура пропал так идет игра по черепахи здесь дорогие друзья у фью кстати пиу появляется здесь молнии можно здесь подстрелить кого-то неплохо ульта по троим по четверым даже попадает попадает по двоим кайри страдает будут тоже идет игра по флоп тизи калтизи провокация по бутсу пошла ульта тому за начинается плотная нарезка здесь также матильда прожимает ульту бутс вынуждена давать ульту потапа пиу делает пиу и просто уничтожает кей бой у него есть ульта но он не рискует отдает флик уходит и по итогу брэн забирает легко эту черепаху себе это снайперский выстрел от фью со второй способности наварии блестяще еще один килл и черепаха теперь тоже достается именно и пи брэн да начало игры полноценно за ними не может бутс реализоваться вообще никак на тыризли и вот это то как раз о чем мы и говорили тоже на драфте да то что тыризла не самый прям топовый выбор против тому за плюс еще и на варе имеется калки здесь нападают на кибоя кибоя снимает с него хелспоинт при этом cw также вынуждена давать декстра смещаются оники на топ-линию понимает что именно туда возможно пойдет агрессия и пи брэнда и ротации хорошо читают оники но вопрос именно кнопок пока кнопки жмутся но не самым прям наилучшим образом да не получается вот реализовать даже ультимейты бутса да там влеток кибоя мы еще не видели поэтому возможно все впереди да на данный момент не получается вот этот сетап влетел ворвался кнопки не хватает дэмэджа да как вот соответственно у нас еще cw не выформил у нас еще у санса предметов недостаточное количество ну и соответственно ждем от кайри предметики потому что на данный момент она разок уже успел отлететь в таверну cw пытается дефать пак но супермарка не ощутил плюс два тиммейта у него есть на помощь прострел от наваре не попадает по тигрилу здесь можно отсюда уйти ретироваться мы видим как наголо забирать тому за 3 2 тавером крипов скипает так сказать и мешает здесь ну может выйти соответственно раньше чем ты резла на помощь своей команде так ну что флоптизи уже на центре да кстати хотелось бы отметить то что в предыдущем файте на черепахе кибой попытался пытался найти какой-то момент для влета но есть нюанс то что пока позиционка эйпи брэн вообще супер гениальная то есть они стоят разрозненно они не подставляются под ультимейт это ризлы плюс тигрила и поэтому очень хорошо сейчас у них проходит любой файт cw на него нападение кстати смотри пол хп снимают так-то клауду не вкусно я вот буквально вчера сыграл получается немножко покатать успел в рейтинг и там матильда была красивая ситуация когда она врывалась просто с одной палочка гения одной дальше нафтанка пошла просто лицом не все отрывает если отдельно от своей команды стою да и вот эти выстрелы идут четко в меня ну и навария постоянно напрягает мне кажется вот мы ни разу не видели как валентина берет ульту наварий в основном это матильда что угодно но точно не это ульта как пошла ульта здесь уже тому за ой ого он неплохо попадает пока реки бой все еще не может реализовать мощность своего тигрила плаптизи после ульты должна сюда отходить и очередная легкая черепаха для бренд перему преимущество у них уже в порядке трех тысяч голды оники отдают начало и мы выделяли индонезийские команды как коллективы которые наоборот начали очень неплохо себя показывают те же самые гифа против blacklist вспомнить матча до в котором гифа мы каждое начало карты доминировали но потом ситуация переворачивалась уже в макро игре а здесь как будто бы поменялись сторонами скажем так да и именно оники отдают начало полностью и вынуждены будут пытаться ближе к лейту уже как-то камбэк санс а это что такое санс интересно пролетел двойной ультимейт от матильды был и кстати что интересно навария купила книжку то есть прострел от нее будут еще чаще мы видели как уже по валентине в очень плотном таком противостоянии залетела 700 урона поэтому здесь действительно будут страдать постоянно от этой наварии от ее прострелов ну и соответственно здесь огвен занимается напрягом вражеского лесника намекает что братишка ой-ой-ой да увидел прострел как же на реакции карри да потому что не нажал бы смать не кажется забрал бы сейчас пив себе этот синий баб скорее всего да ну механически карри в нем сомневаться не стоит да это наверное один из самых скилловых игроков именно по нажатию кнопок и нас и любых способностей но здесь кибой у нас кайриком как раз центре располагаются cw тоже подтягивается наконец-то команде и cw начинает играть по овену и теперь уже неплохой урон у клауда на самом деле но при этом и лицо тоже разламывается она мари знатно и вот он ультимейт наварии у валентина в руках да потому что я вот такого вообще не видел всю игру забирается до определенный ультимейт и нет варианта вот для валентина поиграть с разными кнопками здесь вот есть ульт наварий который поможет тигрилу потому что они до разрозненные пи бренд но они не разрознены до такой степени что их невозможно собрать в кучу с увеличенными хитбоксами шансы кланей себе неплохие появляются интересная позиция кстати у тигрила он вообще без страха здесь перед видимо это все подготавливалось заранее до ультимейт наварий берется очень интересную позицию занимать тигрил со спины мне кажется сейчас может быть переворотный момент если все правильно сделаю тоник да сейчас интересный файт будет это сто процентов сан залетает по нему играть по нему флаптизи вынужден сан нажимать ультимейт слишком рано плюс флик также отдается валентиной и бутс тоже его поле позицию спалили но и пи бренд все это дело прочитали тем самым да напали первые вот чего не хватало многим командам на этом турнире до напасть первыми и за отзонить оппонента ну что интересно все еще не прочитали кибой а который находится в очень очень интересной неожиданной позиции для оппонента неожиданность довольно хороший ключ для победы будут уже половину здоровья теряет все еще кибой сидит сзади от наварии пошел ультимейт попал паттера им кстати но броуди догадается ли он только что был близок чтобы поймать на себя тигрила так тигрил так пошла ульта хорошая а ты ризла здесь но все еще сзади находится здесь навария не может у нас тигрил реализоваться там потому что сзади пацан находится навария цепануть ее не так то и просто будет учитывая что команда заранее получит информацию поэтому этот лорд опять отдается легко в пользу команды бренд не приходит сюда вообще кайри пью забирает лорда соло команда помощь будет вообще да пью хорош пью хорош на наварии но и еще и санза простреливать здесь опять ультимативная по двум персонажам залетает калтизи кстати между вышками неприятно но при этом хотят просто т1 спушить данный момент а возможно пойдут и под т2 тем более что сейчас пойдет лорда буквально через секунду а вот и он да да он уже выходит по нижнему лайну и пока не торопится у нас кей бой в принципе прожимать свои кнопки на тигриле не флик не ультимейт не прожимался уже последние минуты 3 если я не ошибаюсь как минимум раза два три он бы успел кнопки свои нажать но вообще для этого нет а он вообще его не нажимал не нажимал и флик флик на отходы а ультон несколько раз пару раз нажимал начале игры но действительно он очень долго этого не делал появляется у нас божественный меч для наварии кайри страдает здесь как же много у супермарка дамага по строениям он уже как из экскаватор начинает сносить китовараты 2 на топе падает на боте также лорд сносит уже и помогает ему продвинуться флапки здесь здесь очень много перефарма в руках ap brand 8000 голды и это очень много на 12 минуте да заходит лорд начинает играть при этом по т3 но я не думаю что теперь сейчас будут давить да нужно просто забрать т2 в центре кибой выходил хотел что-то возможно сделать не получилось ультимативно от наварии попадает только по нему как раз мы теперь на т3 будет ли заход к лтс позиции кстати но здесь онники должны дефаться да уже на т3 зайти слишком будет красиво карри карри очень больно ему карри вынужден отступать ну и вот кстати комбинация тоже своеобразная с точки зрения именно наварии плюс броуди да то что именно дальность рэндж способностей гораздо выше чем у уников да то есть можно просто не подходить своим соперникам на варе очень часто еще палит позиции да то есть если проходит опять же как можно играть вот просветили определенный куст там увидели там три персонажа а где два остальных информации по ним нет они играют с опаской не понимать что кибой может находиться например на тигриле в какой-то опасной позиции для них и поэтому рассредотачиваться по карте навария броуди находились ближе сзади соответственно если бы они собрались кучу спереди прямо на лорде мне кажется кибой бы их мог бы и закрыть ого а вот уже cw огрызается вот уже и дэмэдж по этой летающей ай меня снайпнули в полете здесь происходит ситуации матильда отсюда уходит на довольно таки низких очках здоровья до матильда все-таки выживает но между прочим девять тысяч практически гандикап команды эпибренд нужно они ком это все дело пытаться как-то камбэкать нужно проводить хороший файт и проводить его что самое главное под лорда до который появится через полминутки но и занимают позиции они ки пытаются уже в центр выйти кстати санс опять с ультимейтом на варе ну вот это хорошо калтизи нападает есть там по будет все при этом также нападение карика идет к ориге страдает сильно по оптизи у гэн также полетел вперед виде прижали к ири как егоооо стяжка по троим но этого как цена ритма слишком мало да да же туда и будет погибать вторым и ки боя можно тоже догонять но при этом полетели за заморозка за валентины до валентину простреливает пео неудачно сам звонит все в порядке сансы выжил cw также на месте и можно подэфать пальки которые сейчас идут по творам работать но хотя Флаптизи, как сильно отгоняет щитлочков У Гуэна, просто безумное количество Самс приходит сюда, падает Т-3 вышка, пытается Зайти Эпи Брэн и дальше Флаптизи, а оказывается Слишком далеко залетает У Гуэн, так же Си-Дабл-Си-Дабл Он ходит на Декстра, при этом он просто по трону ГГ Эпи Брэн Первую карту выигрывает для себя Ну слишком, слишком зубодробительная Игра, 14 минут и просто Без шансов, хорошая стяжка от Тигрил Но настолько сильно задушили оппоненты Что уже просто нету, не было Нужного, да, количества дэмэджа, хотя переворотный Момент мог и быть Да, действительно очень непросто И как-то слишком легко справились Команда Ионика ждала чуть большего, наверное Но, насколько вы помните, что Первое противостояние именно вчера Также было в пользу команды Эпи Брэн Были изменения определенные, вот появление Тамуза Внесло все-таки свои коррективы И отсутствие камбэка Да, видимо забыли камбэк, вчера уже от камбэчили Сегодня уже силенок не хватило Так при том, что с Тигрилом тоже это было сделано Стяжка под Тигрилом и было камбэчный Тот самый переворотный момент А здесь просто слишком сильно задушили И не хватило в моментах дэмэджа Также подхил от Матильды справился Очень вовремя был дан он Именно эта кнопка была нажата Ну и это смогло помочь Эпи Брэн все-таки Додавить оппонента Несмотря на то, что в моменте были все Казалось на лоу хп Возможно сейчас Соники будут что-то делать Но нет, первая карта в пользу коллектива из Филиппин Да, была вот эта вот хорошая инициация Но опять же после этой инициации Дэмэджа уже не хватило Всю игру Ману копил Да, всю игру действительно копил Ману Но не пошло немного на Тигриле в этой ситуации Вот как раз то, как нужно позиционироваться Против таких драфтов, да То есть против драфтов, которые рассчитаны Именно на инициацию Ты держишь позиционку так, что нельзя прыгнуть Тебя в трех-четырех героев, к примеру Ну вот это действительно Тут респект Эпи Брэна Даже когда прыгали Даже когда прыгали и неплохо попадали То урона не хватало в этой ситуации Ну там уже да, там игра была под контролем Эпи Брэн Ну посмотрим вот только начало Что будет дальше, пока остается загадкой Я думаю, что они ики смогут приспособиться Сильный коллектив, который часто адаптируется И если вспоминать вчерашний день Опять же, возвращаясь в прошлое То помните вторую и третью Они просто уничтожили соперника И Брэна вообще ничего сделать не смогли Но вот сегодня это другие, Брэн, по ощущениям Может быть, опять же, с блоклистами удалось Вот то, что они получили победу Достаточно такую Ну не то, что простую Да, просто счет 3-0 все-таки сам себя говорит Может быть, опять работа с тренером Может быть, как-то вот нашли ключи к победе И пофиксили те ошибки, которые они допускали И это позволяет им сейчас выйти вперед В этом противостоянии Ну, что можно сказать Сценарий примерно похожий Как это было в вчерашнем дне Но, тем не менее, камбэка не свершилось Сценарий отдают первую карту И поглядим, будет ли у них драфт на вторую Какой он будет Потому что в самую пиковую свою форму По предметам они у нас не вышли Соответственно, дэмэджа в самый нужный момент Не хватило Копил ману, копил ману Как и в первой катке Это было буквально вчера Копил ману, залетел Камбэкнули игру Здесь, к сожалению, мана оказалась, видимо, некачественная Глонил просто на вторую катку, наверное Возможно, возможно Ну, опять же, хотелось бы выделить С не самой крутой точки зрения Именно драфта Ризлы Да, то, что мы говорили о том Что Томуз смотрится гораздо сильнее Да, и нужен какой-то необычный Недефолтный персонаж Который этого Томуза перевьет Но мы видели, что происходило с Буцем Один раз его забрали Просто флаптизе Практически соло Его закрыл на первой черепахе И после этого второй Ну, там выстрел Наварии Конечно, был просто шедевральный И тут нужно Пио отдать огромный респект И, в принципе, за игру на Наварии Можно дать респект Хорошо сыграл Но MVP, наверное, первой карты Вот тут вопрос Флаптизе выделить, например Или же все-таки, например, супермарка Но я, наверное, флаптизе отдавал Да, тут-то, в принципе, все хорошо сыграли По поводу Пио на Наварии Вообще удивляться не стоит Потому что не раз он уже показывал Хороший Да, в принципе, Наварии Такой метовый персонаж На котором, наверное, все маги топ